Рассмотрим процедуру настройки Android-приложения EUROSENSE Tank Manager. Команда «Поиск устройств» позволяет найти расположенную неподалеку датчики уровня топлива EUROSENSE. Кнопкой «Плюс» мы добавляем их в список обрабатываемых. Далее переходим в меню «Датчики». Предполагается, что датчики установлены в емкостях, которые находятся на территории, называемой в приложении «Площадкой». Название площадки можно отредактировать. Каждому датчику можно присвоить название, например, по названию емкости, в которую он установлен. Также для каждой емкости задается процент остатков баки, при снижении ниже которого приложение отправляет на e-mail уведомления. Наконец, задаются географические координаты емкости для ее отображения на карте. В меню «Объекты» можно осуществить объединение нескольких емкостей в один объект. Это сделано для экономии на тарифе сервера мониторинга Виолон. По умолчанию, каждая емкость имеет свои координаты и отправляет информацию об остатке топлива по протоколу Виолона ИПС как отдельный объект, имеющий свой уникальный идентификатор – MAC-адрес датчика. При установке 10 датчиков вы будете оплачивать тариф хостинга за 10 объектов, но мы можем объединить несколько емкостей под один объект и заплатить как за один. В этом меню мы выбираем материнский объект и присоединяем к нему другие емкости. Приложение будет слать данные единым пакетом, как один объект. При этом координаты у емкостей будут общие и принадлежат материнскому объекту. В меню «Серверы» выбирается тип протокола передачи данных. Протокол Виолона ИПС используется для работы с сервером Виолон. Приложение также поддерживает протокол MQTT, по которому данные можно передавать в бесплатную платформу интернета вещей – ThingsBoard. Необходимо указать IP-адрес сервера и порт приема данных. Для ThingsBoard также требуется указать уникальный идентификатор объекта на сервере. В настройках электронной почты задаем почту, на которую должны приходить извещения о снижении уровня в емкостях ниже критической отметки. Для этого необходимо включить менее безопасный режим и предоставить приложению доступ к аккаунту Google. После настройки приложение начнет постоянно отображать объем жидкости в емкостях и отправлять данные на указанный сервер.